всем привет сегодня мы с вами будем пересаживать вот эту красоту в групповую посадку вот это вот все и для этого нам понадобится лоток что у меня вот такой дырявый стол и через него все просыпается поэтому у меня лоточек собственно сама орхидея орхидея у меня влажная политая все крышки влажные вот они потому что я люблю сажать на влажные корни они становятся менее ломкими более эластичными и шансы их сломать повредить гораздо ниже плюс орхидея уже попила и можно с чистой совестью с чистой душой не поливать ее после пересадки так вот наши орхидеи 2 дальше мне понадобится горшочек вот такая групповая посадка будет вот в такой горшочек из пробкового дуба я в такую же сажала посадка получается очень сухая очень частый полив но там еще была скажет каверза в том что я в дно вставила только большие вот такое вот блюдечко которым под горшочки ставим и вставила его наоборот то есть она получилась во внутрь и когда горшочек стоит а собственно на чем-то то вода не касается дна скорой и просто безумно быстро получалось просыхание этот вариант что я поливаю опрыскивание и вся вода протекает сквозь убегает и ничего грубо говоря не дотягивалась в ту кору то есть потягивал в принципе сам сам горшок сама пробка дали очень сухой вариант поэтому я пробую вот так вот с агроволокном вместо дна и тогда будет касаться дна и немножко дотягивать нужной влаги с того что протекает после полива но опять таки я поливаю опрыскиванием сверху поэтому протекает совсем чуть-чуть воды это не всегда так горшочек горшочек кстати кажется большим но на деле он чуть больше того в котором уже сидит плюс сюда еще надо будет деток поместить так дальше у меня кара археата вот такой фракции так я сразу кстати скажу немножко я извиняюсь потому что у меня идет съемка сверху и мне не сильно видно как все попадает в кадр поэтому могут быть моменты когда что-то видно немножко не по центру немножко не так как хотелось бы но я научусь обязательно так фракция 12 миллиметров если я не ошибаюсь я хотела 1825 ее не было у меня предыдущая фракция вот она вот такая разнообразная это свежераспечатанный мешок поэтому кара тоже такая видите на вид как увлажноватая так еще так как у меня прошлая посадка была очень-очень сухая я думала что буду домешивать мне есть вот такой моксфагнум вот в таких штучках значит все что где я беру я оставлю ссылки в описании вы сможете пройти и посмотреть вот так очень удобно то есть берешь пару пластинок размачиваешь их и тебе есть нужное количество мха и не надо как-то разрывать разламывать целый блок или вот этот самый большой блок замачивать если тебе нужно положить в пару растений но это подходит только если ты это примешиваешь если нужен вот длинные волокна нужны то конечно да надо покупать эту большую целую пачку лучше видите он здесь уже идет резанный вот брала я его а докладывала свои посадки с как там где блок в горшок входит там не неважно была длина волокон и для своей циллогинокрестаты вот но так как опять но я сделал по-другому я добавлять мог не буду будет более сухая посадка так внимаем бирочки который нельзя потерять ни в коем случае и вынимаем все конструкции так все хорошо вынялось так смотрите старая кора у меня тоже фракции идет на влажная и она не старая она хорошая она не разложившаяся поэтому я ее тоже буду использовать пересаживала я не так давно так почему такая фракция не знаю я люблю крупную фракцию с моим поливом в моем уходе с моей вечной боязнью все залить хотя по сути я я реально понимаю что я все засушиваю я поливаю редко я поливаю опрыскивание то есть для меня в моих условиях по сути ухты как вы корнями переплелись понятия залить не существует но я все равно всегда этого боюсь так это надо вас наверное сразу срезать так сейчас вот они остренькие так все инструменты я всегда после использования обрабатываю огнем или физаном и огнем по-разному бывает зависимости от того что я ними делала какие остатки на них остались тут мы сами растения резать не будем к срежем этот пластик вот так разделить там корешки не получится наверное не сломав хотя с чем черт не шутит получилось я хочу их посадить чуть-чуть на расстоянии потому что будут расти новые листья чтобы они друг друга сильно не перекрывали не обижали и наверное я их тогда же разверну чтобы хорошо посадить деток так где-то корни больше чем у мамок вот эти посадки конечно когда ты пытаешься впихнуть так я не хотела отрезать деток от цветоносов но я уже вижу что мечтать не вредно одна детка влезет вместе с цветоносом не обрезаны и будет еще жить с этим цветоносом пока я не увижу что все действительно хорошо и можно уже отрезать так чем так для подстраховки оставляю а вот вторая детка не хочет без отрезания цветоноса поместиться в горшок поэтому тут придется провести операцию так так как я срезаю цветонос как я его буду срезать срезать его буду до 1 живой почки и вот здесь нету почки а вот здесь вот такой обидно вот здесь вот есть и срезать я буду до нее вот так все чик чик и дело с концом осталась вот такая прелесть вот такими корешищами моей часть цветоноса тоже отрежем а часть цветоноса мы оставим этот я всегда оставляю он скажем так очень часто помогает закрепить орхидею в субстрате кто пересаживал деток знает как это бывает да не хотят нормально сидеть ты не хочешь их сильно прижимать чтобы не травмировать им корни и цветонос их хорошо якорит в этих самых горшочках так теперь как и почему я располагаю деток здесь я хочу расположить их ближе к краю и чтобы они уже сами решили куда корни но будет разрастаться наружу меня это сова не смущает и если она захочет она сможет вот здесь вот все обливать корнями уже как и захочется сбегать или не сбегать так если я посажу ее прямо в середину то когда у них у всех разрастутся листья они все друг друга очень сильно перекроют поэтому располагать надо стараться так поворачивать листья чтобы они друг другу в итоге не сильно мешали в будущем так вот так так как свет у меня будет идти как и здесь во время съемки строго сверху то в принципе у меня листья у орхидеи не крутятся то есть они так и будут расти как их расположу поэтому за это я тоже не переживаю и теперь самая самая долгая нудная и неудобная часть потому что это засыпание коры одной рукой потому что второй ты все держишь все аккуратно поправляешь и стараешься это все аккуратненько засыпать конечно вот это большое неудобство групповых посадок потому что тебе надо контролировать сразу несколько орхидеи во время посадки ты не можешь скажем так просто спокойно втыкнуть как втыкнулась одну и там сажает но чуть она сместилась не сместилась и можно потом поправить переправить то вот когда их много все так просто не получится и еще не очень удобно тем что тебе одной рукой часто приходится контролировать сразу несколько орхидеи и тут очень помогает длинные пальцы особенно у музыкантов остальным приходится уже корячиться я вот немножко корячусь так я сильно не прессую никогда кору как-то не люблю я я встряхиваю обычно горшочки чтоб там все улеглось хорошенько но я никогда знаете вот эти вот напихивание так чтобы она там мертва сидела было все пережата и прощайте воздушные карманы в общем я так не люблю сажать вот корни у меня при этом растут нормально то есть я понимаю сейчас многие скажут ну как это ты там не напихиваешь это что они значит там ходуном растения ходят никто ходуном не ходит знаете такая золотая середина подбирается когда и растения ходуном не ходит и кора лежит достаточно свободно с большим количеством воздушных кармашков которые крайне важны для орхидеи потому что опять таки все мы знаем они эпифиты конечно же если вы можете себе позволить посадку на блок то идеально будет посадить на блок но если ваши условия вам не позволяют и посадка на блок выльется в мучения ваши и растения в том числе то кому нужно такое счастье да поэтому собственно мы и начали сажать в горшки потому что это тот способ когда мы можем создать нужные условия для растения и сами не впасть в орхидейное рабство с поливом и прочим и хорошо удобно и комфортно всем эти горшки мне нравятся тем что они дышащие и в них в принципе можно сделать дырки конечно это будет неудобно сделать когда они посажены не так удобно как с тем же пластиком но все равно дырки в них сделать реально возможно в принципе без проблем на дрелью это делается это делаю даже я будучи девушкой беру себе спокойно дрель и спокойно это все могу сделать ничего сложного и страшного вот так кстати за разговорами как по мне быстро как для вас не знаю прошла пересадка так ты сейчас немножко покручу посмотрю что куда еще нужно доложить по чуть-чуть так так о чем я а а дырках но я вам честно скажу реально получается очень очень сухо пробка пропускает все что можно и в ней не создается парниковый эффект как это иногда создается в пластиковых горшках и кстати вот еще вот плюс она чем-то похожа на глину потому что дышит на этот горшок дышащий но когда дышит глиняный горшок он очень охлаждается и надо быть осторожными зимой или когда вы растите на улице и уже не лето потому что горшок может переохлаждаться и переохладятся корни от этого корни сделают до свидания а в этом случае не будет такого при дыхании горшка охлаждение понижение температуры внутри горшка для растений и все пройдет гораздо менее болезненно так чертовские бирочки не забыть ставить чтобы помнить кто это и откуда в общем то мне такие горшки нравятся единственное я в первый раз когда посадила очень очень поругалась скажем так меня предупредили конечно же что они очень сохнут очень прям очень но я подумала так у меня же в тепличке в домашней а я буду часто поливать что там сохнет у всех свой климат сохнет реально капец как быстро вот поэтому к этим пристроиться к этому надо и вот действительно мой метод когда я поливаю опрыскиванием сверху я могу делать это достаточно часто он очень в этом случае спасает так и в общем то этим горшок с одной стороны и хорош и плох к этому надо пристраиваться и это надо учитывать в своих условиях если у вас будет просто расти на подоконнике будет сухо и вы будете надеяться что вы будете замачивать эти горшки и они там будут потом долго стоять влажные лучше не надо и тут надо будет немножко поменять взгляды на полив на горшок на субстрат в нем и пристроиться вот к этому варианту ну смотрите вот такое получилось рассуждать я могу долго все уже заметили как я люблю поговорить и долгие видео вот так у меня получилось вот такая красотища значит тут пришлось сразу обрезать вот он цветоносик обрезанные детка тут еще цветонос по будет я его со временем обрежу в общем то на этом все всем большое при большое спасибо за просмотр всем солнечные дни и пышных цветений но перед тем как сказать пока пока не забудьте заглянуть в описании там будет много полезных ссылок что где я беру если вам это интересно и нужно если вы ищите где это можно взять и не знаете то я поделюсь своими источниками плюс смотрите там будет видео похожие групповые мои посадки разные вариации и ссылочки конечно же на мой инстаграм и мои группы в фб да я все время двигаю руками мне приходится очень сдерживать чтобы не жестикулировать во время разговора люблю я пожестикулировать в описании ссылочки не забывайте заглядывать пишите комментарии делитесь с друзьями взаимодействуйте задавайте вопросы и кстати огромнейшее огромнейшее спасибо всем кто откликнулся всем кто писал что они хотят услышать вопросы и прочее очень приятно и очень хорошо помогает настроиться на то что нужно вам сказать то есть что вам действительно будет интересно и полезно и теперь уже точно все и всем пока пока